А с атеистами вы работаете? Да, но вам нужно будет все равно... Вот в этой жизни, допустим, вы атеист, а в прошлой жизни вы касались христианства, и у вас вот на тонкополевых системах различные, так скажем, паразитические образования, которые будут мешать нашей работе. То есть я вам скажу что-то, вы меня не услышите. Я еще 10 раз скажу, вы опять не поймете. А вот как только почему-то человека раскрещиваем мы, помните, что при раскрещивании 90% работы это удаление тонкополевых систем с ваших тонкополевых систем, несущих демоническую природу. То есть мы удаляем все демоническое, что к вам прицепилось, и только то, с чем вы готовы расстаться на данный момент. То есть если есть негативные качества характера, которые вы себе развиваете, поддерживаете, и никак с ними не боретесь, то эти демонические системы мы с вас демонтировать не будем, потому что это ваш выбор носить эти системы на себе. А вот то, от чего вы хотите избавиться, это все будет демонтировано во время раскрещивания. То есть если брать процесс раскрещивания, то само раскрещивание занимает 10%, а 90% я занимаюсь демонтажом систем, несущих демоническую природу. То есть если вы соображаете, если у вас все хорошо с энергетикой, то, пожалуйста, приходите. Если плохо с энергетикой, не соображаете, хотите научиться соображать, тоже приходите. В этом тоже никакой проблемы нет. Я каждый конкретный случай, когда человек пишет и просит о помощи, я разбираю конкретно с ним в письме, потому что все индивидуальны. Или, допустим, вы атеист, но вам нужен какой-то совет, и нужно решить какую-то проблему. Так вот решение этой проблемы, то есть очищение этих нонкополевых систем, несущих демоническую природу, поскольку вы не были в христианстве, вы считаетесь атеистом, то это может быть включено в последующие работы, но я все равно буду это защищать, потому что без этой зачистки невозможно. Никакое исцеление и никакое процветание в жизни вообще невозможно, друзья. Ну никак, никаким образом. И именно этим мы занимаемся на проекте реконструкции. То есть я очищаю тонкополевые оболочки людей и рассказываю, что и как они делают неэффективно, а иногда и очень даже неправильно. Рассказываю, как эти системы, которые у них подчинили, не ломать, и что нужно делать, чтобы их развивать. То есть даются конкретные рекомендации, которые нужно выполнять. Именно поэтому все, кто попадает на проект реконструкции, так быстро растут. Некоторым может показаться, вот там 2-3 года прошло, человек изменился. Дорогой друг, ты там 20, 30, 40 лет разрушал себя. И я за 3 года помогла тебе восстановить практически всю твою жизнь. Поэтому сроки оценивать нужно разумно, индивидуально. То есть не бывает такого, раз пальцем махнул, денежки заплатил, и ты такой весь в шоколаде. Нет, друзья, мы это будем очищать, это будет не очень приятно, не очень красиво, где-то даже очень некрасиво, и для вас, и для меня. И будет из вас влезть всякие неприятные вещи. Я вам буду регулярно говорить о том, что вот оно лезет, и нужно в себе это изменить. То есть это процесс очень болезненный, очень быстрый, не дешевый, но он гарантированно приносит результат. Не обязательно быть развитыми, чтобы не обязательно точнее приходить на наш проект реконструкции, чтобы быть развитыми. Именно для этого я провожу эти онлайн-встречи, чтобы вы уже без меня начинали быть развитыми. Потому что все, что я говорю, это небольшая часть, та база, с чего мы начинаем на проекте реконструкции. Это та маленькая часть, которую сейчас будет легко вам усвоить для того, чтобы начать идти свой здоровый путь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова